Друзья, лучшее время в нашей программе Настоящей журналистики, не той, которая сейчас существует Александр Невзоров Все вы помните 90-е, эти 600 секунд, которые просто взорвали Я не помню, потому что мне в тот момент безразлично было Серьезно? А я... Я училась в начальных классах, но я помню этого чувака в кожаной куртке Чувак, как все помнят, Невзоров, ты, конечно, гигант Который просто порвал все шаблоны Для этого было ЦТ Давай, дай мне книжку Когда кучи, лебеди и все такое И Невзоров, который сподворотен всю правду мат В общем, человек очень умный, очень образованный Читать его одно удовольствие Не всегда согласна с ним по смыслу Но то, насколько он это грамотно и вкусно преподносит Со своей мысли, это очень круто Это действительно такой интеллектуальный оргазм Поэтому читайте, наслаждайтесь, друзья мои Кому книжечку? Ну, забирай петь книжку Искусство оскорблять называется Да, Лида, ты знаешь, что в этот момент в нашей программе Гости начинают переживать, потому что они достают какое-нибудь задание Никогда не забывай об этом Да, вернее книжку мы сейчас будем гадать Одно-одно гадание Вы уверены, что на невзоры Ладно Петя, давайте тебе вопрос По будущему телевизионному сезону канал 16 Любой Кто будет вести новости? Кто будет вести новости? И ответ у нас располагается на 30-й странице На 10-й строчке сверху Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Это и есть наш прадед Друзья, в общем, собственно, вы понимаете, что новый сезон будет сверхъестественным Мне кажется, это будет Зураб, он самый возрастной на нашем телевидении Патриарх Саровского телевидения Ну или Константин Он у нас такой один, Григорович Константин, древний, как мамонт, единственный прадед Вот он сядет вести новости Закончился Великий пост В Россию приехал лидер Северной Кореи А сосед выключил Wi-Fi О чем говорит город, говорим и мы Обсуждаем самые интересные события прошедшей недели Это соседский Wi-Fi С вами в студии Кирилл Васенин И Петр Смирнов У меня к тебе вопрос Знаешь, Леон, Петр Палыч, несмотря на то, что ты мой директор Депутат городской думы И просто хороший человек Вопрос мужской Бьешься ли ты яйцами? С самого раннего детства А сколько дней в году ты это делаешь? Ну как же, один раз в год, на Пасху А я всю неделю до Красной Горки Предлагаю Давай поиграем Кто кого победит Я приготовил и яичко И я приготовил и яичко И яичко Ну Ну, Христос Воскресе Воистину Воскресе Я еще и поиграл Минус премии, друзья Кирилл, я не с пустыми руками С чем? Ну, Пасху традиционно У нас есть кулич Кулич Что вы им сейчас делаете? Зачем ты его принес сегодня сюда? Ну как же, Пасха же Все отмечают Пасху Это, конечно, яйца крашеные Куличи Сама Пасха И много-много всего Знаешь, что для меня вот этот праздник Он вообще в целом семейный Всегда Ну, не буду спорить Согласен Я тебе скажу так Я вот жил в Нижнем Новгороде Долгое время еще Когда в школе учился Бабушка с дедушкой Собирали всегда в деревенском доме Практически всю-всю-всю-всю-всю родню Поэтому для меня Пасха Это, конечно, в первую очередь Большой семейный праздник Ну, не с точки зрения церковного праздника А с точки зрения, что собираются все вместе Едят, общаются То есть, как бы это Ну, такой праздник Ну, в общем, да Я тоже не сторонник у всех Там, сорок дней ничего не кушать Вкусного, имеется в виду Да, это не очень приятная история Да, это для меня слишком сложно Возможно, я когда-нибудь Как говорят взрослые люди Не такие, как я Говорят, что к этому надо прийти осознанно Возможно, когда ты будешь писать свою книгу Тысяча... Тысяча и один способ Да, друзья Если вдруг вы когда-нибудь на полке Печатываете, к слову, пришлось Если когда-нибудь на полке вы видите книжку Которая называется Тысяча и один способ назвать человека живным Знаете, это я Один из способов Великий пост Да, один из способов Нифига не делать Великий пост Не поститься Это какой-нибудь один из способов Смотри, история какая Современные тенденции Вот о чем ты говоришь Подхватили некоторые государственные структуры Вот насчет кулича-то возвращайся к нему Да, так Значит, Федеральная служба судебных приставов По Ярославской области Решила вкладывать в коробки с куличами Поздравительные магнитики с сайтом На котором можно проверить себя на долги То есть, настоятель хлама благословил идею Приставов и провел молебен на начало доброго дела А что, смотрите, неплохой вообще лайфхак Для сотрудников военкомата Хоп, сейчас идет призыв Идет призыв Хоп, в это все Послужи родине, съешь кулич Хопочки отдал Не знаю, там Пришел в больницу Справочку Хоп, туда подложил Там под анализы Оп, там баночку Все здорово Это отличный эфхак Молодцы Не куличом Единым Да, единым Но хлебом с солью Встречали председателя Корейской, как она правильно Народно-демократической партии Так? Нет, нет Чуть другое уже у нас, нет? В общем, неважно Короче, Северная Корея Товарищи Ким Чен Ына Да, друзья, это совершилось В Россию совершил визит Северно-корейский лидер Чуть не сказал диктатор, кстати говоря Не просто совершил А приехал на бронепоезде Ты можешь себе представить? Помнишь, такой фильм был Последний бронепоезд Вот это про него Это не про Великую Отечественную войну Это последний бронепоезд Это вот Да, северно-корейский лидер Слушай, его визит породил Просто кучу разных мемов Фан-видео и прочего В интернете Восхищение его приездом Начиная с того, что То ли он поел хлеб с солью То ли не поел Откусил, не откусил Потом бегущие охранники Да ладно Протирающие поручни там Все бегают Все вокруг него бегают Поезд едет Рядом с ним бежит человек Который протирает поезд Такое ощущение, что они все на корею Самое смешное Это, что как они Бежали рядом протирали Бегали вокруг лимузина Это, конечно, вот Саша, запусти нам это видео Да, это классик жанр Не первый раз Первый раз Это весь мир увидел Как охранники Ким Чин Ыны бегают Вокруг лимузина Когда они встретились С Донатом Трампом Это был первый раз И тогда это просто Взорвало интернет Сегодня мы увидели это в России Кстати говоря Этот же визит Ким Чин Ына Господи, дай бог Выговорить его имя Проделал еще такое Была фейковая новость О том, что Во Владивостоке Частично Разобрали Чуть ли не взлетно-посалочную полосу Чтобы туда подтянуть рельсы Чтобы Ким Чин Ын мог туда На бронепоезде Прям на взлетную полосу заехать В общем и в целом Объясни мне Вот этот лидер Из жутко изолированной страны Ну жутко изолированная Она же, наверное, самая изолированная страна в мире И они к себе никого не пускают Особо сильно И сами никуда особо не едут Да, но представь На кой он едет к нам Встретились два лидера Ядерных держав Понимаешь? Хотя вот Северная Корея Заявляет себя таковой Владельцем ядерного оружия Так Вот Понятно, что для поддержания мира На планете встречались А вот многие тебе скажут Особенно, так скажем Либерально настроенная тусовка России Скажут, что Вот два изгоя встретились Одного С чем? Ты второго с чем? Нет, ни одного такого комментария не услышал Не увидел? Не увидел И не услышал И не услышал На этой неделе К нам приезжали Достаточно хорошие гости, я считаю Наши друзья Кто это? Значит, приезжал директор Нижегородского филиала Российской телевизионной радиосистем Да Телерадиосистем И заместитель министра связи Нижегородской области Они провозгласили Цифровую мобилизацию Как они называют Подожди, давай, чтобы всем Это наши друзья Это наши друзья Так Не, на самом деле, конечно Так как мы с тобой Телевидение, телеканал Мы, конечно, условно говоря У нас есть все лицензии И мы с тобой вещаем На весь город Да В эфире Yes Как мы говорим В эфире В эфире соседский Wi-Fi Поэтому, конечно Сейчас идет по всей стране Переход на цифровое телевидение Это да И вот 20 обязательных Общедоступных федеральных каналов Построены Кстати говоря, первые же Первые два мультиплекса Были запущены в Сарове В Нижегородской области И вот теперь 3 июня Значит, Нижегородская область Отключает аналоговое вещание Внимание Федеральных каналов То есть местные каналы А в аналоге вещать продолжают Да Те каналы, у которых имеется Лицензия на аналоговое вещание До определенного срока Они эту лицензию будут использовать То есть так, как мы Такие же, как мы Будем до 2025 года Находиться в эфире То есть никаких проблем С точки зрения Отключения эфира Аналогового У федеральных каналов Нас это не коснется Давай объясним Что это будет означать Еще раз Потому что Большинство Мимо ушей пропускает И как бы мы 3 июня Все переполошаются На самом деле Ситуация очень в городе Интересная В плане телевизионного вещания В чем интерес? 95% Ну, может быть Чуть меньше Домохозяйств Я имею в виду Это квартиры Частные дома И так далее Используют кабельное телевидение Это кабель, который Просто подведен в дом? Ну, это да То есть это многоквартирные дома В них нет Эфирного телевидения У них практически На 95% Это кабельное Ну, может быть У кого-то дома Стоит, как вы знаете Такие рогатые антенки На окне Которые аналогового Которые ловят Собственно говоря, эфирный сигнал Поэтому мы Как и эфирный канал Мы также и кабельный канал И также вещаем У всех кабельных операторов Поэтому тут И здесь нас история не коснется Ну вот Дальнейшая История следующая Если у тебя Вот эта та самая Рогатая антенна На окне стоит Вот тебя тогда коснется Отключение аналога Тебе нужна приставка Тебе нужно подключить Телевизор Настроить И для этого Собственно говоря И направленная Цифровая мобилизация Волонтеры пойдут По, так сказать Квартирам Помогать Настраивать телевизор Но только Если у тебя Совсем старый телевизор И такой Еще Кинескоп Кинескоп Круглый А если у тебя Нормальный Обычный телевизор Который ты купил Не старше Трех-пяти лет То там уже Проблемы Перенастроил канал И все дальше работает Как сообщает канал Лепрес 1 января 2020 года Судоводов И дачников Курганской области Начнут взимать Сборы За пользование Подземными водными Ресурсами Добываемыми Из скважин Эти сборы В России Уже окостили Налогом на воду Речь идет О лицензии Стоимостью 7,5 тысяч рублей И абонентской плате За каждую Тысячу кубометров Использованной воды Шутки Про налог на воздух Скоро перестанут Быть шутками В Пермском крае Пенсионеру грозит штраф 5 тысяч рублей За деревянные доски Которыми он покрыл Размытую дорогу Чтобы по ней Можно было добраться До соседнего села В больницу Куда мужчина Каждый день Ездит на уколы Казалось бы Хорошее дело сделал Но тут у него Пожаловался сосед Испугавшийся Возможного пожара И понеслась Сотрудники ГИБДД Уже составили На мужчину протокол Об административном Правонарушении И обвинили В повреждении дороги Которые будем откровенно Там и не пахнет И нет бы чиновникам Просто взять И все отремонтировать Но по утверждению Глава администрации Белоевского сельского поселения Все денежные средства Что заложены На этот год Уже распилены То есть распределены В Екатеринбурге Коммунальщики Уничтожили сад На крыше дома За которым ухаживал Обычный пенсионер 18 лет назад В квартире Екатеринбурж Сопротекла крыша Как сообщает канал Лепр Переговоры с коммунальщиками Результаты не дали И он решил Починить кровлю сам А заодно Разбил на крыше Девятиэтажки Симпатичный сад С деревнями цветами Все эти годы Пенсионер ухаживал За облагороженной территорией Все желающие Устраивали там посиделки И даже уральские архитекторы Проявляли интерес К наработкам Для своих проектов А главное Голосованием На собрании собственников Было решено Сохранить сад Но управляющая компания Решила Что вся эта красота Наносит ущерб жильцам И разрушает кровлю И напоследок Новость о подрастающем поколении С канала Лентач Мальчик из Омска Однажды проснулся И поняв Что на власть надежды никакой Взял в руки детскую лопатку И стал засыпать яму на дороге В мэрии оценили поступок И сказали Что были бы рады Видеть в своих рядах Такого активного гражданина Но денег на полноценный ремонт Пожадничали К нам в студию присоединился Главный редактор канала 16 Лидия Шулаева Лида, здравствуй Да привет, Лида Мальчики, привет Это меня точно по телеку покажет? Нет Да Столько лет Ой, столько времени Она боролась Чтобы посидеть на этом диване Да, меня никогда не пускали на диван Да Говорит, иди сиди за столом У тебя коленки острые и некрасивые Надо их прятать А вот теперь ты, когда встанешь Поймешь, почему я так быстро Вскакиваю с дивана в конце съемки Почему? Потому что попка Ну твоя попка У нее площадь соприкосновения с диваном Намного больше, чем у моей Да, да, пошути про толстяков Пошути Я сегодня уже пошутила, хватит с меня Ну ладно Так, Лида, ну что, ты знаешь правила игры? Ой, мальчики, а я без яиц За это мы тебя и любим Ты знаешь правила? Бери, вводи пароль от Wi-Fi Ну-ка, что ты для меня придумал? Лида, у тебя сегодня, пожалуй, лучший пароль от Wi-Fi Шальная Да, именно так просто Шальная Ну ты как бы Саня, сделай, пожалуйста, эту песню Потому что она должна быть здесь Не, Кирилл, кажется, что ты, ну, подзабыл, что я как бы твой начальник И это не мешает мне, как ведущему этой программы, сделать вот так Саня, хватит Саня, сделай Хватит, я сказала Ладно, давай, чего? Так, вы там померились пальчиками? Лид, как ты относишься к Пасхе? Я просто люблю ходить по гостям Отличный лайфхак, друзья Я никогда не готовлю ничего Я не крашу яйца И, кстати, вот эти вот пленочки, дорогие мои Вот эти пленочки, которые на этих яйцах Не покупайте их, они очень вредны для природы Они не берутся, вот этот пластик не берется в переработку Он токсичен Лучше возьмите шелуху Луковый, да, и покрасьте яйца Потому что, ну, вот, давайте заботиться о природе Давайте объясним людям, почему неожиданно в передаче, которую все три человека, в общем-то, вирус Ведут, неожиданно один из них гость Что вообще произошло? Давайте рассказывайте Вы начальство, я тут посижу пока Да, сосед отключает вай-фай, да, Петр Палыч? В общем, да, сосед уехал на дачу И в связи с этим отключил соседский вай-фай Да, это финальный выпуск сезона Да Соседский вай-фай в связи с тем, что наш сосед не делится вай-фаем Уходит тоже на каникулы А вернется он обновленным с новыми ведущими Ни нас, ни меня, ни Кирилла В новом вай-фай уже не будет Связано это с тем, что проект растет, развивается Мы растем и развиваемся У нас новые проекты, у проекта новые ведущие, новое будущее Я думаю, что будет интересно Так что следите за программой Канала 16 Мы вас будем только удивлять Ну скажи мне, как тебе наш проект? Как тебе соседский вай-фай? Вообще, вот мой любимый проект на Канале 16 Я вообще люблю Канал 16 как продукт, как проект Потому что я считаю, что вот за последние два с половиной года мы создали Отличный канал с отличными проектами И очень многие люди приезжают с региональных каналов и говорят Ого, ничего, как у вас круто А это все, кто здесь работает? А что вот этот вот мальчик за камерой один, за тремя бегает? Да, это Костюм Фигара тут, Фигара там Константин Семин, когда приехал к нам сюда И был на актуальном интервью на другом нашем проекте С Константином Перевозчиковым Он зашел сюда в студию и такой раз смотрит Тут оборудование стоит, свет, все такое Он такой проходит и Константин, наш оператор, ходит между камерой И он спрашивает у перевозчика Типа, Константин, а где все остальные, вся съемочная бригада? Он говорит, вот один ходит Он говорит, подожди, один оператор, три камеры, свет, звук Он говорит, ну да Такой, офигеть Да, мы делаем очень много контента У нас очень много авторских проектов Новости, 15-минутные каждый день Это не все регионалы такую планку в состоянии держать Муниципалы вообще не замахиваются При этом наш коллектив, сколько нас? Человек 15, включая тех персонал На новостях обычно работает больше людей Я знаю, что Лида что-то привезла с собой Да, я привезла Привезла на свою первую программу Это год 2001 Я тогда пришла на телевидение Я была студенткой второго курса филологического факультета Причем такая классическая А я смотрите все время в эту камеру смотрю по привычке Да Какая глупость Я думала, ты в меня оборачиваешься Нет Что-то я, да Вот ведь я носила привычки Надо туда смотреть Была классическая студентка филологического факультета У меня там рубашка по горло Юбочка до колен такая Никакой косметики Очень странная прическа И у меня был очень высокий голос И я пришла на телевидение и сказала Я хочу работать на телевидении Мне сказали Ну, вот тебе оператор Вот тебе удостоверение Иди работай И я пошла снимать программу про проституток 20-минутная программа про проституток А это в смысле рекламный был? Покупатель всегда прав Да, а потом эта программа переросла в проект Покупатель всегда прав С этим сутенером можно и дело На самом деле тогда Он вам гарантирует качество Мне вообще везет на директоров Вовлеченных в дело Вот тот мой директор первый Он взял камеру И поехал на привокзальную площадь И за две бутылки За две полторашки пива Записал интервью с проституткой привокзальной Специально для моей программы Представляешь, какие были времена в 2001 году Две полторашки пива Что, говорит, меня по телевизору покажут? Пьяник у него В общем, да, было забавно Но к тому, что Нет, если ты хочешь работать на телевидении Нет никаких преград Я пришла такая вот странненькая Без опыта Сказала, хочу работать Я сняла 4 программы на этом телеканале Меня заметили на канале Гран-ТВ В Кирове И позвали работать в новости И с 2002 года вот я работала в новостях И до сих пор там и работаешь Да, потому что В новостях Телек это наркотики Я пыталась завязать много раз Но бесполезно это Вот Петр Павлович тоже Вначале начал приходить к нам в программу Я вообще не знаю, когда мне дадут слово вставить Ты сидишь, сидишь, говоришь, говоришь Да ты еще наговоришься Ладно, говорите Я еще наговорюсь А потом взял и подсидел меня за моим столом Я, кстати, хочу сказать, что из нас троих Я за этим столом ни разу не сидел А ведь хотел А что, может поменяетесь? Что у нас за Алиса в стране чудеса? Время, пить чай Ну ладно С куличом яйцо потерял, Кирилл Ты яйцо потерял? Ну кому ты без яйца-то нужен? Я тут твое подберу Слушайте, отсюда программа кажется не такой низкой Как-то неоднозначно, да Ну правда, я что-то говорю и говорю Давайте спрашивайте меня Ну я обычно с того угла все спрашиваю Петь тебе слово Не, на самом деле многие интересуются Куда у нас пропала Лидия Валентиновна Что случилось, где наш главный редактор Никуда не пропала Я здесь О, нет Я здесь, всем привет Живая, здоровая Предъявляем ее обществу Да, у меня стало меньше в эфире Потому что стало больше работы закадровой Вот и все И я считаю, что каналу нужны новые лица Хватит уже тут всем надо отдать Да, один мой знакомый Ну как знакомый, наш коллега Сказал, что тебя так много От тебя никуда не деться Запиши это в своем твиттере Это он опять на твой вес намекнул Он говорит, я сижу на работе Режу твой звук Говорит, тебя много Потому что ты начитал гороскоп Тебя много Я еду в телевизоре, в маршрутке Там какая-то реклама с тобой Еще где-то там На радио ты бетон продаешь Еще что-то продаешь А знаете, в Кирове я даже троллейбусы озвучу Блин, да Скажи, кировские троллейбусы Разговаривают голосом Да Уважаемые пассажиры При выходе из троллейбуса Не забывайте свои вещи И получается, я уехала А мой голос остался Трамвай едет Ты человек, приезжий Человек, который успел поработать На федеральном, хоть и региональном канале РЕН-ТВ РЕН-ТВ, да Да Вот скажи мне, как тебе Саровская журналистика Если вот, как вот, говорить честно Если честно, то большим минусом Саровской журналистики Является отсутствие журналистского сообщества Вот здесь нет Чувства того, что мы вот какое-то журналистское сообщество Что мы все коллеги Тут вот даже проходят эти журфиксы в администрации И все кучкуются по группкам По своим изданиям Да, 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 по своим изданиям Потому что какие-то политические моменты Почему-то оказываются выше И это, в общем-то, все, что нужно знать Профессиональной этики Да, о Саровской журналистике При этом, когда приезжают регионалы и федералы Вот это вот журналистское сообщество Оно как будто бы появляется И для меня это всегда глоток свежего воздуха Потому что ты можешь подойти к незнакомому человеку И дать ему свой микрофон Или он даст тебе свой микрофон Чтобы не толкаться на пресс-подходе Всегда тебе помогут, подстрахуют И вот мне этим нравилась работа в больших городах Что ты выезжаешь, когда на какую-то локацию Где происходит мероприятие Ты общаешься с коллегами Это очень круто А тебе как внешнему, условно говоря, наблюдателю Внешнему, приезжему человеку в Саров Мне кажется, что это такая особенность Саровской жизни Специфика Специфика такая Саровская, да Вот даже на примере отдаденно взятого сообщества Ну, возможно, возможно Здесь всем до всех есть дело с одной стороны Но при этом все какие-то обособленные А по поводу, скажем так, инфоповодов То есть то, о чем говорит город О чем говорит город, говорим и мы Обсуждаем самый интересный на наш взгляд На самом деле, я уже об этом сегодня сказала Мы взяли планку, которую достойно держим уже два года 15-минутные выпуски новостей ежедневно Это очень круто И находить инфоповоды в таком маленьком городе На такое количество минут Это такой маленький подвиг Но чем хорош Саров? Если мы, допустим, возьмем этот же Киров Из чего состоит информповестка дня Кирова? Здесь убили, здесь заморили голодом Здесь изнасиловали Проститутки 20-минутная программа 21-й год был, да В общем, там криминал процветает И вот я долго работала именно с полицией У меня была криминальная тематика Здесь другие новости Вот раньше проект на Первом канале Да, да, был такой Новости без политики И здесь другие новости Здесь включаешь новости и ты не травишься Это новости, которые не травят тебя Не отравляют Дети выиграли, прошла конференция И вовне изобрели Учения, но меня больше научная работа В не вдохновляет В направлении медицинском Эти изобретения нереальные Которые просто спасут тысячи жизней В ближайшие уже годы Меня это очень сильно вдохновляет И вот с этой точки зрения Саров Как город, генерирующий инфоповоды Он уникальный и он прекрасный Вспомни, есть чудесная история О том, как Лидия Валентина У нас первый раз ходила на пресс-час в УВД Расскажи, что там было Потому что это притчевый язык Такая уже Растерялась Я прихожу, слушаю сводку И Юля Павловская тогда работала Она стоит и рассказывает про то, что В одной квартире украли полторта Из холодильника Полторта Я думаю Офигеть криминальная новость Полтортика украли Это меня прямо И после этого хочу сказать, что Лида больше не раз Да, я больше не ездила на УВД Потому что Я больше по расчлененочке По банальщике Хватит мне этих проституток припоминать Интервью у проститутки брал директор Так, понятно Ты на что его сейчас толкаешь? Вот тебе две полторашки Нет, яичко ежей к проституткам Возьми вторую Ты куда? К проституткам Трэш и судомия Наполнен весельем этот выпуск вай-фай Да, потому что Хоть веди его каждый раз так Я здесь все время сидел Давай мне свой вопрос Я считаю Я считаю, что любой финал Это новое начало И вот конец сезона Это не повод грустить Это повод радоваться Потому что Мы готовим новый сезон И я думаю, что он будет просто бомбический Да, Петр Павлович? Конечно Конечно Не сомневаюсь Ну, в общем-то, ладно Нам с вами есть чем летом заняться Нам надо готовить новый сезон Нам нужны новые проекты Новые идеи А сосед вот на даче Огурцы сажает Да, поэтому Костя, а ты чем летом занимаешься? Работает Работает, Костя Друзья, а вы чем летом занимаетесь? Расскажите мне, пожалуйста Пожалуйста, дайте совет Чем вы планируете летом заниматься? Работать А как же отпуск? А я отгулял уже Да? А как же путешествие летом? Тепло, моря? Все, уже отгулял Сессия Одно слово Ну, сессия закончится Сессия, практика Да Ну, закончится Поллета уже нет В деревню или в лагерь, думаю В хоккейный лагерь Вот, может, еще в городец отправлю его Я хотела поехать в лагерь Вот, отдохнуть там, повеселиться Скорее всего, на дачу поеду То есть, за город В море купаться? В море купаться В соленом? Да А возьмите меня с собой Я вот тебя хорошо вести Ну, я вдвоем с мужем поеду Мы хотим Второго медового месяца ЕГЭ сдавать ЕГЭ А потом? Поступать Поступать Я поеду в лагерь Отдохнуть Чтобы в новом учебном году Быть сильней Английская школа Пляж, море Клубы Смать Слишком много дел Я, пожалуй, остановлюсь там Не знаю, как сдадим диплом Вот Так что, я не знаю Либо на работу Либо дальше учиться Так что, вот Пока неизвестно Отдыхать намокши ездить Что еще можно Засработать Уважаемые 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 Ну, куда вы полетели? Скажите, пожалуйста Вы в этом году Поедете на юг? Может быть, полетите? А возьмите меня с собой Со своими друзьями Ну, пожалуйста Я буду себя хорошо вести Вы не поедете на море Тогда я тоже с вами не поеду Слушай, а ты что будешь за ты задавать вопрос? Я думала, будет Петру Павлович Он не может задавать А, да Давай, давай Они сложные, да? Ну, на, объясняй игру А я все игры знаю Мне их не надо отвечать Давай, задавай свои вопросы Там в серединочке вот это Которая Давай, удиви меня Итак, давайте я тогда объясню А теперь Петь будет задавать вопросы Итак, Лид, тебе достается Самая, пожалуй, сложная игра Из тех, в которых мы играли Самая, ну, потому что А что делать? И называется она Дай мне имя Погнали Константин Островский Да нет, не фамилию Надо прозвище Прозвище Ну, Константин, Островский Скала Я не знаю, что он был Я хочу, чтобы он был Островский, Хабенский, например Почему нет? Хабенский А почему так откуда знаешь, Хабенский? Ну, потому что я знаю Двух Константинов Один Хабенский А другой Триедин, как бог, да? Островский, Ленский, Григорович Так, Дмитрий Две крыши Медведев Даже я забыл, что там Максим Бабка Люб Ладно, дальше будет проще Снуп Дым Док Снуп, дым, док И Егор Пластмассовый мир победил Лето Отлично Я прошла проверку на возраст Делай фотку Друзья, всем пока Всем всего хорошего Хороших вам новостей До встречи Не переключайтесь и смотрите Канал 16 До встречи в новом сезоне Пока Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин